Самому старшему 101, самому младшему 93. В одном из столичных ресторанов сегодня с Днем пожилых людей поздравляли бешкекских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Принять приглашение, прийти на встречу самостоятельно смогли 200 человек. Со временника Второй мировой угощения, подарки и денежную помощь еще более 100 ветеранам развезли по домам. Сегодня угощение, ветераны привыкли, они сейчас петь будут, свои стишки будут рассказывать, а потом каждому ветерану будем раздавать по 1300 сомов. Хотят встретиться с друзьями, пообщаться, даже вот на колясках, на костылях приходят сюда. Я так думаю, что этот год два раза, это праздник для них, это огромная радость. По словам замглавы социального фонда, одного из главных организаторов мероприятия, средства на поздравление ветеранов предусматриваются каждый год. Общественное объединение ветеранов и инвалидов Крымской республики ежегодно обращается к нам за помощью. Нам и было принято решение выделить в честь Дня пожилых людей 250 тысяч сомов для поддержки инвалидов и ветеранов и наших пенсионеров. Был трудный бой, все нынче как с красонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лет узнал бы я мальчонка, но как забуду, забыл его спросить. Мы не забыли трех и слезы матерей, и никогда их не забудете. Мать троих детей, ветеран войны Калайман Абдикеримова. Единственная женщина в Кыргызстане, побывавшая по приглашению Владимира Путина на военном параде на Красной площади в честь Великой Победы уже четыре раза. Нового приглашения пока еще не поступало, но Калайман Абдикеримов надеется побывать 9 мая в Москве и в будущем году. Всем большое спасибо, что собрали нас сегодня, поздравили, вспомнили о нас, дали возможность снова повидаться друг с другом. Ветераны прожили сложную, но счастливую жизнь. Желаю им долгих лет, им и их детям. От молодых мы ждем только хорошего. Желаю всем благополучия, взаимного уважения, взаимопомощи, долгих лет жизни, чтобы вы были счастливы, довольны жизнью. А мы это увидели и порадовались вместе с вами. Самому молодому из приглашенных, то Панбайо Чотбаеву сейчас неполных 93. Во время войны трудился в тылу. В 44-м призвали на фронт. В тылу никто не пожалел для фронта, для наших солдатов. Что было у них, отправляли на фронт. Мы никогда не получали в колхозе за трудодни заработные платы. И все, что было у нас, мы отправляли нашим, которые молодые, все почти 18 лет не были. Всем, живущим после фронта долгие-долгие лет жизни, молодежи, желаю крепкого здоровья. Никогда у них не было такие ЧП. Поэтому желаю всем добраться до 100 лет. В Великой Отечественной войне участвовало около 365 тысяч кыргызстанцев. Почти треть из них погибли. По данным Минсоцтруда, на данный момент по республике осталось 128 инвалидов Второй мировой войны, 299 участников боевых действий, 23 несовершеннолетних узника концлагерей и 25 блокадников Ленинграда. Всего 475 человек. Между тем, за последние пять лет в Кыргызстане численность пожилых людей увеличилась почти на 20%. По данным 2017 года, в Кыргызстане проживало чуть меньше полумиллиона граждан старше трудоспособного возраста. Это почти каждый седьмой житель республики. Буты Сайф Турбек Капаров, НТС.